Здравствуйте! Это суть дела. Президент Турции в последние несколько лет демонстрирует, ну как бы это подипломатичнее выразиться, чрезвычайно эмоциональный политический стиль. Его заявления в адрес президента Франции Макрона с рекомендацией обследоваться у психиатра совсем недавно были у всех на слуху. И вот теперь новая сенсация. 17 мая, выступая в Анкаре, президент Турции Реджеп Таип Ардаган весьма экзотически высказался в адрес властей Австрии, поднявшими над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля в знак поддержки этой страны в вооруженном конфликте с Палестиной. Вот что дословно заявил президент государства, еще недавно претендовавшего на членство в Европейском Союзе. Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здание администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев. Как пояснял австрийский канцлер Себастьян Курц, флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности, так как террористические атаки против еврейского государства заслуживают самого решительного осуждения. Вслед за ведомством канцлера также поступил и австрийский МИД. Но одной только Австрией Эрдоган не ограничился. Президент США Джозеф Байден, говорит президент Турции, пишет историю газы окровавленными руками, поставляя Израилю вооружение. Об этом сообщает информационное агентство Регдум. Так Эрдоган прокомментировал последние сообщения о поставках Вашингтона в Израиле высокоточного оружия на сотни миллионов долларов во время обострения Палестино-Израильского конфликта. Сегодня Байден утвердил документ о поставках оружия Израиля. А на словах он выступает за разоружение. «Уважаемый Байден, вы пишете кровавыми руками историю газы, которой применяется несоразмерное насилие. Мы же остаемся на своей вахте по защите Палестины», – сказал Эрдоган. «При этом он охарактеризовал Израиль как террористическое и бандитское государство, убивающее женщин и детей. «Вы переживаете за израильских детей, пугающихся звуком взрывов, и не сочувствуете палестинским детям, гибнущим от израильских бомб», – заявил турецкий президент. Эрдоган раздражен отказом Европейского Союза принять Турцию в свои ряды. Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались 22 года назад, в 1999 году. Этим переговором Турция была обязана огромным количеством иностранных инвестиций. Деньги буквально полились в страну. Зарубежные инвесторы не скупились, ожидая имплементации европейского законодательства в эту достаточно большую по европейским меркам страну. Но после того, как пути Турции и Европы стали стремительно расходиться, поток денег резко сократился, что крайне негативно отразилось на экономическом положении Турции. Это вот и есть подлинная причина раздражения Эрдогана. А тут еще и Байден признал геноцид армян в 1915 году, от чего Турция открещивается уже вторую сотню лет. Понять его можно, но переходить рамки цивилизованного поведения в отношениях государства и их лидеров, вот мне лично кажется недопустимым. Вообще проклятие – это крайне непродуктивный способ проведения независимой политики. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.